МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, вот эта прелесть, которая радует глаз, это плоды моих опытов 12-летней давности. Было несколько публикаций в 10-м, 11-м, 13-м, 15-м годах о конверсии гибридного виноградника в Ореховый сад. Здесь росла изобелла. Схема посадки 2,5 на 2 метра. Я говорил о том, что Молдавия рвется в Евросоюз, где Изабелла не воспринимается, ее заставят раскорчевать. Я, значит, на всякий случай взял на каждом пятом ряду виноградника, каждый шестой, значит, шестой куст удалил и посадил по Ореху. Вам покажут, вы могли посмотреть, как это происходило. На моих сайтах есть несколько видео по конверсии гибридного виноградника в Ореховый сад. И вот сегодня у нас ездок восьмого года работы. И, значит, восемь лет назад, в рятах Изабеллы, и, значит, на седьмом ряду шестой куст был выкорчен и посадил на реку. Сегодня мы видим, что у нас произошло. Рост, рест-вырок, это урожай, как он загружен. Это восьмой год, он тебя чувствует прекрасно. Винограда мой не вредит. Ну, он не вредит виноград, видите, погружнелся, какой хороший урожай. Посмотрим, справа, влево, вот такой вот. Нет, нет, здесь, вот сюда. Вот здесь, ну не так близко, так, а, пожалуйста. Вот здесь. А в любом месте, пожалуйста, здесь. Вот, 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 так говорит само за себя. Виноград, относится к культурам, которые не находятся в отрицательной лопатии орехов. Об этом я говорил моим пазарским друзьям несколько дней назад. Здесь виноградики урожаемые. Надо просто-напросто посадить орехи в этих виноградиках. И виноград будете иметь, и поднимется на лучший орех, вырожай. Орех у вас есть, пожалуйста, урожай, смотрите. Вон, следующее дерево, дай зумом туда. И так далее. Этот проект рабочий, как и все, что делает системный. Потому что я не высасываю идеи из пальцев. Я 50 лет принимаю коррект. Я вижу и знаю, что ему надо. И я его понимаю, и он ему тоже. Делайте так, как делаю я. И он будет успешно. В позапрошлом году осенью, когда, скажем, рынок Изабеллы, ну, негде было ее продавать. Первое, второе, уже виноградник постарел. Я раскорчевал. И даже следа о том, что здесь был виноградник, нет. А ореховый сад, как я и планировал, остался. Схема посадки здесь получилась 15 на 12. Ну, это роскошная схема посадки. Но с учетом того, что я не могу орошать этот сад, я считаю, что это нормальная схема для аридной зоны Молдавии. Вот эти все фантазии про 7 на 5. Если есть вода, 7 на 5 прекрасно. 7 на 4 отлично. Если есть вода, грамотная система удобрений, правильная формировка и будет иметь отличный урожай. Но если воды нет, не надо совать голову петлей. И вот видите, какое дерево. Это, кстати, фалерский латеральный опни-нунаф. Видите, насколько он загружен и в каком состоянии побег. Дерево могучее. Ну, это биологическая машина, которая должна подноситься. Об этом я говорил. И вот это вот именно реальность. Вот видите, трактор подошел к этой зоне. Здесь у нас есть и песчанский в этой зоне контроля, и костюжанский, и казаку, и фалерский латеральный. Здесь целая группа сортов. Вот это, видите, стоит дерево, как обшипанная курица. Мы старались, чтобы они не попадали в кадр. Это песчанский. И в этом году нам пришлось срезать побеги однолетние для того, чтобы выполнить программу по прививке. Поэтому дерево смотрится так, как обшипанная курица. Но и на нем достаточно. И осталось плодовое древесинное. Тем более, что он имеет латеральное прозношение. Каждый побег, каждый остаток побега имеет плодовую древесину. Вот таким образом мы говорим о экспериментах, которые мы сейчас заложили. А вы воочию видите эксперимент, которому уже 13 лет. И который удачно финишировал. Вот если бы я здесь раскочевал виноградник, а потом здесь парился бы, удалял бы послеуборочные остатки, вычесывал, потом бы делал плантаж, потом бы ровнял его. Мне обошлось бы на гектар где-то в пределах 600-700 евро. А потом я бы посадил вот такие саженцы, а потом бы с ними маялся. И через 10 лет я имел бы такой сад. Я отлично решал вопросы экономические хозяйства с Изабеллой. Да, когда мы раскочевали вот эти вот несколько кустов, это получилось на этот массив где-то в пределах 1200 кустов. И когда эти кусты там лежали на краю горами, так сельчане подумали, что я свихнулся, потому что они все бывали на уборке, зарабатывали деньги, видели, как Изабелла идет, как она востребована, какой урожай, какие грозы. И вдруг я делал и начал корчевать, резать курицу, которая несет золотые яйца. И они, естественно, ну, я так думаю, и подумали, что у меня они все с головой в порядке. Но мы это сделали. И каждое видео показывает, как мы готовили место. Вот если мы здесь раскорчевали куст, это с соседних кустов, рукава мы тоже убрали, для того, чтобы они не глушили это деревце. Потом поднимали штамп на высоту. Видите, какая высота штампа здесь? В основном штамп приподнятый. Поднимали штамп выше уровня шпалерной проволоки. Ну, работали конкретно, индивидуально, как надо работать на этом участке. И вот все, что мы делаем, мы делаем таким образом. У нас более 200 сортов форм в коллекции. Многие говорят, а зачем вам надо? Вам надо иметь три сорта, правильно? Для того, чтобы три сорта выбрать, надо иметь коллекцию. Но это, кстати, и генофонд. И сорта совершенно непредсказуемо ведут себя в таких вот экстремальных слоях. Когда-то я вам покажу коллекции, которые я создал благодаря поездке в Голландию. То, что я привез, скажем, из поездок в Америку. То, что мне прислал Бразаускас из Литвы. То, что мне помог найти Адам Кузняр, который прислал мне интереснейшие сорта. К сожалению, я не могу ее отблагодарить, потому что от нас направить черенки практически невозможно. Мы пытались Бразаускасу отправлять. Всю весну отправляли, потом, пока не отдали в Румынию, из Румынии отправили, они с трудом дошли. Поэтому, вот вы посмотрите, как они... Они уже в возрасте плодоношения многие, вы посмотрите, как они себя чувствуют. И, естественно, интересно. Белла Мария, например, или Бродвей. И вообще группа сортов, которые даже прочитать ее трудно. А мы посмотрим ее в натуре. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok